доброго времени суток вот сегодня решили записать небольшой ролик в нашем автомобиле уже больше трех лет вот и хотели подытожить все что происходило в основном по гарантии вот какие косяки вот джели атлас если вы помните есть у нас комплектация лакшери лет 2 и 4 мотор какие были проблемы с машиной что делали по гарантии и чем сталкиваемся еще на сегодняшний день вот то есть автомобиль как бы неплохой сейчас для хейтеров которые пишут там ты там сказал это бывает у всех я это все понимаю прекрасно понимаю что все машины все ломаются и так далее видя не об этом видя о том что конкретно происходит с джели атлас в данном случае вот именно у нас как от реальных пользователей там от блогера который взял на час и снимает а тот человек который вот ездит мы ездим на автомобиле уже три года поэтому хочется донести эту информацию чтобы во первых и завод изготовитель понимал о тех проблемах которые есть и чтобы как бы люди тоже знали ну и может кто-то делится в комментариях может у кого что-то было другое может у кого-то были наши вопросы вот изначально по эксплуатации у нас как бы проблем принципе не было единственное было про проблема всегда в зимнее время суток и сейчас это если это уже первые первое как бы проблемы которому заметили еще даже наверное выехав с салона тогда зимой что не всегда работают бесключевой доступ именно с машины сенсорный сгорели что должна быть камера чистая там других галешок там не грязно не холодный мороз то есть надо подбираться за других машинах допустим брать если немцев так понятно их там и свои проблемы вот у меня знакомые ездят у него и в мороз и вслякать и грязь на все время открывается вот у нас как бы мы уже привыкли где-то зимой где-то ключик достаешь через раз да потому что то не закрылась то не открылась вот это вот сенсора и эту эту проблему к сожалению не лечится то есть говорят на такая консортивная особенность и принципе с этим вот живем как бы ну смирились да это что скорейцы из нюансов именно вот есть только у нас без ничего доступа в желе атлас а далее чем еще сталкивались ну по мелочи у нас были вопросы эти кто помнить снимали видео отрезкается где-то герметик швах тоже не не очень критично но на многих машинах и на toyota нет и трескается ну допустим вот такие у нас вот другой автомобиль вот стоит тоже нам наша машина там не трескается там есть другие нюансы но вот этого нету да здесь отдавали тоже где-то нам подкрашивали там что-то где-то дали просто красочки горит машете там где потрескаться у нас и багажник был кое-где в дверях вот эти швы доделали часть часть по гарантии часть что-то не горит и будет далек раз когда до сих пор лежит у нас в машине то есть вот обращались вот были такие нюансы трещинки прямо в зону герметика снимали показали снимали показали есть видео если кому интересно не буду сейчас об этом подробно вот такой нюанс был не скажу что критично но было то есть был момент еще у нас жучок был он быстро тоже появился он сейчас уже его исправили по гарантии тоже видео есть в том месте где багажник вода водосток сливные отверстия началась коррозия в одном из мест на ней там перекрасили все потому что были мелкая коррозия была везде вот предложили дополнительный антикор хотя говорят что вроде за антикорий на багажник это но тем не сказали надо дополнительно по антикорий часу думаем может если будем дальше кататься то может быть за антикорий да то есть будем уже с принимать решение исходя из этого но есть такая проблема по багажнику вот у нас было жук получается именно вместе слива изначально краска просто вспучивалась после этого она начала уже немножечко ржаве да и как как облазить правильно было такое вот и уже нам дилер покрасил это по гарантии то есть вот такая ситуация была это именно кто точно с чем сталкивались мы вот что у нас было была проблема с капотом стал плохо открываться капот изначально открывался тоже не очень научит это мазали подмазывали а в итоге когда его подмазали несколько раз туда начал попадать еще больше дилер из сразу такой плохо кровать надо смазать все налили туда тупо смазки смазка начал привлекать больше пыли там с дороги всего остального да я кому-то послужил как абразив вообще его стерла вообще практически писал нормально открываться в итоге правда поменяли нам по гарантии этот узел дождались мы замочек никаких проблем принципе с этим нету поставили новую но вот такая ситуация была то есть было это вот еще один момент чем именно мы столкнулись а ну из таких мелких нюансов там кому-то трубки меняют эти но у нас не знаю топливом воняет в машине то ничего не поменяла три раза говорил пахнет бывает супруга за замечать было то такое что совсем пахнет когда включаешь при включении автомобиля особенно вот в первый раз в день очень часто пахнет потом как-то нет но сразу бывает я начитался этих про севера про то что там у кого-то машины горели уже побежал к дилеру в белоруссии нам ничего не поменяли сказали никаких отзывных компаний нет типа курите вот поэтому как бы ну вот сейчас вроде меньше ну такая проблема была эту проблему не решили вот была проблема также у нас часто воняло в машине это другим воняло если на улице сырость то в машине ну как слово подобрать корректно я не знаю ну запах такой как руками папа пахло да но эта проблема прошла со временем и это как бы в интернете уже читали много кто сталкивался это когда обгорает и так понял что-то там наглушитель либо где-то что-то там какая-то краска либо где-то что-то может быть где-то на катализаторе какая-то покрытие я не помню уже точно брать не буду но что-то там обгорает это обгорит и нормально ну и у нас таки произошло так как и написано обгорела и воне это было то первое года полтора там на втором году еще было сейчас вот уже такой проблемы не сталкивались то есть она сама по себе ушла да но было изначально очень доставало едешь потоки думаешь что там за кем-то кто-то такая вонючая машина катали еще что ему людей наговариваешь химозный такой запах но в любом случае это было было прошло как говорится вот из свежего и свежего вот недавно снимали видео я снимал что шум под колесом какой-то именно с пассажирской стороны есть тоже у нас видеоролик получается шумела на холодную бывает когда перепад температур приехал я туда ну как и подозревал была проблема в ролике ремня получается ручникового на гидроусилитель вот и ну по вырызгали мне силиконом сразу первый раз типа сказали все окей но я в итоге поехал вроде прошло какое-то время покатался опять началось но в итоге я еще раз обратился мне уже как бы скалину вопросов нету разберем посмотрим сейчас вот буду давать машину будут смотреть да то есть в эту проблему еще не не решили на вроде как деле рассказал что ролик этот как бы поменяет будем этот момент уже дальше как поменяет будем так мониторится объяснять поменяли не поменяли вот ну вот такая ситуация и скажи про коробку она меня заедает ну коробка по коробке ну слава богу глобального ничего не было но бывает такой ситуации еще пока ну вот такая ситуация что очень туго переводится передачу то мне вот в киеве допустим ну тоже езжу таких проблем нет бывает невозможно прямо только еще не как заела супруга говорит надо ее прям рвать чтобы она выключилась передача впервые когда заводишь хотя и авто холд и все это ставим изначально уже ставили как автомате ставил авто холд машина а сейчас уже как в интернете научили что типа чтобы не зажимала чтобы там это надо сразу поставить а потом как бы это делали так все равно вот как-то вот она сам рычага кпп сложно но это про после ночи вот когда сегодня впервые заводишь потом уже в течение дня не имеет значения но впервые бывает такой да ну такая не скажешь об сильная проблема но главное чтобы чтобы она не пришло это где-то видно может конструкция самого рычага но это как бы не решали да пока ездим так принципе ну может быть может быть сырость может перепад температур может еще что-то как бы на это влияет вот и еще и свеженького да сегодня уже нет еще у меня тухло табло а кстати но это уже давно было один раз тухло я мужу сообщила об этом но больше такого не было никогда поэтому я как бы не обращала на это внимание и мы в принципе от этого не поднимали электронный табло но это такой глюк плавающие ну ничего с этим пока не делали тоже пару раз просто писала нет данных и все этим данных и она черная вот тухло вот здесь вот где полностью цифровая панель приборов тоже такое была ситуация есть еще постоянно она сейчас начала повторяться она вот недавно была второй раз но такой момент плавающий дилеру сложно ну как бы не словить едешь на ходу только достаешь телефон туда-сюда уже как бы бывает включается и вот как бы и либо когда-то уже когда-то не до этого едешь ну так вот как-то думаешь сейчас вот постановлю сделаю останавливаешься уже работает ну то есть вот такой момент был вот еще мой момент постоянный но это отжили атласа воды знают тут время живет своей жизнью вот у нас сейчас мы включили машину я вчера если прям по-честному сказать вчера включила машину завела и у меня был 2000 и он и есть сегодня 2015 год и время вот сейчас 12 02 хотя сейчас уже поздний вечер уже сейчас часов шесть до тебя было все нам настроено нормально да ну вообще со временем тут частая проблема время оно само по себе отстает на постоянного настроения почему других машинах у меня такого нету проходит какое-то время на начинает время отставать до от реального то есть вот именно на цифровом постоянно надо подводить не могу сказать что это там сильно какой-то нюанс но он все равно раздражает первый раз я еще дилер обратился он не просто его подвел горит ну вот так как показал как подводить вот так вот там раз месяц-два подводи время к чему это не знаю но вот такая проблема а тут уже вообще сбилась может быть этот сбой связан с тем что когда пухла панель может быть она перезагрузилась потому что последний раз даже вот дата сбилась 2015 год пошел хотя машина вообще конца 19 покупали в 2000 до то есть в априори такого времени у нас не может быть здесь ну видать эта модель в любом случае за полгода разбежка во времени в минут 20 но это много времени да а сейчас вот и дата слетела на 20 тела я подозреваю когда моргал этот сам табло от табло она может обновилась обнулилась ну может из-за этого вот такая ситуация но я не хочу каждый раз часы подводить машин вот есть такая проблема да хотя в принципе я вам скажу честно ну как бы много других плюсов у машины и довольны ездим нет машина неплохая не поймите что сейчас какой-то такой мы сейчас наговариваем мы говорим конкретно те вопросы с которыми столкнулись мы за три года и за небольшой пробег понимали нас про пробег это машина вторая есть в основном супруга 25-26 тысяч пробег пробег небольшой вопросов я считаю все-таки многовато и то есть надо поработать как бы над этим тем людям которые за это отвечают что довести до ума немножко потому что по мелочи по мелочи по мелочи проблемы есть да у других людей знают они более серьезные проблемы кого-то там тормозной системы будет вопрос еще что на слабого такого не было но тем не менее был момент у нас суппорт подклинивал да кстати вот забыл сказать суппорт подклинивал разбирали что-то промазали он помнишь такой шморгал когда я снимали показать тоже про это есть видео и получается вот такая проблема тоже была не так давно но разобрали там что-то прочистили собрали слава богу ему пока больше не беспокоит то есть там что-то там вопрос был может смазки ли в чем я не знаю ну как бы сам факт что это сделали ребята и как бы уже все перестала беспокоить слава богу дилер у нас в городе сейчас уже есть и как бы это все можно устранить и вот и свеженьких и свеженьких проблема вот еще не ездил завтра поеду это мы вам снимали шорт позавчера я обнаружила может она и раньше но я туда не смотрю на эту камеру обнаружила позавчера вот задняя камера все приехала полностью за задняя камера хотя вот основные которые там менее важны там правая левая передняя все без проблем задней все но она перестала сначала работала как-то мерцаниями снимали шорстом где-то что-то бывало заглушив машину включишь она еще работал сейчас все она полностью не работает но ни в каком режиме уже все включаешь она вы все полностью умерла тоже поеду где ну скорее всего сама камера приговорилась уже конкретно но тут неизвестно я не разбираюсь в этом может с проводами какой-то может контакта может камера но это уже надо смотреть не мне я так понимаю поэтому уже будем заниматься пока машина еще на на гарантии но вот такая проблема появилась да то есть как я озвучил машине три года с небольшим и пробег у нас 26000 с небольшим сегодня 12 февраля машина была приобретена 6 7 февраля то есть принципе вот гарантии четыре года поэтому еще год как бы у нас есть практически ну вот и все это на многие узлы там насколько я знаю но многие узлы там гарантия по моему меньше не знаю как насчет камер на камеру по-моему на все время надо смотреть а вот допустим я знаю на лакокрасочное покрытие так далее там по моему три года гарантия да но почему когда мы делали мне говорили что вот там есть какие-то ограничения но не знаю может сейчас не прав но вот как-то так информация шла такая мою сторону я не читала сам этот договор последнее время него не не смотрела что там как надо как-то интересно просто просмотреть поэтому вот обращайте внимание у себя может кто-то сталкивался пишите в комментариях я знаю бывает у людей тут кнопки вылетают вот эти на руле там еще у кого-то там я уже с тормозами проблема у кого-то там не дай бог с коробкой не как у нас рычаг там сама коробка летит это австралийская да потому что как бы где-то ну с мотором я не слышал что 2 и 4 какие-то глобальные проблемы только кушает много но в любом случае по мотору вроде вопросов нет а так принципе автомобиль в целом в целом если брать в крупных своих узлах он надежный ездит возит нас работает все нет и устраивает и устраивает и он комфортный и допустим как он ездит по трассе мне даже больше нравится чем киа потому что ее немножко подношивает а это автомобиль так есть как там но мы в дорогу ездим именно на атласе потому что далеко под по трассе мне нравится больше то есть даже по сравнению с корейцами есть много плюсов но вот этот мелочь у меня в корейце за все время там больше пробега по моему уже около 40 или или сколько или нет больше даже чем 40 то есть получается в одинаковое время брали машины чуть больше езжу на той машине и получается что за все время у меня только было этот вот задние вот этот вот отражатель задний отражатель получается сам был конденсат собирался поменяли по гарантии все это было машина на полгода раньше приобреталась чем это то есть она припиталась осенью октябре а это февраль да ей уже грубо говоря три с половиной практически года да уже на четвертый год пошло и вот все что ни по ни было и пробег в два раза больше поэтому вот сравнивайте как бы да по комфорту по мне нравится больше атлас но вот эти вот мелкие недоработки как бы сейчас они очень устраивают сейчас уже супруга это может поменять на что-то пока вот гарантия не закончилась пока не знаю ну думаем но вот ситуация разная бывает и вот эти вот моменты они отпугают и как бы вроде мелочь 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 она накопительная идет как бы там 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 и понимаешь что когда ездишь на другой машине у тебя этого нету все работает ты думаешь ну наверное что-то надо решать поэтому вот имейте ввиду что атлас машина хорошая семейная отличная и тот момент было по цене очень нас устраивало как на момент приобретения сейчас понятно все бешеный денег стоит когда покупали это была хорошая цена вот но на сегодняшний день эти мелкие недочеты конечно немножечко печь впечатление портят об автомобиле поэтому в принципе наверно все что вспомнил или что то еще было может уже много чего просто было что-то по мелочи может всего и не вспомнишь да ну вот такие нюансы нюансы понятно кто то скажет что ой нашли проблему сдали уважаешь на гарантии автомобиль как в чем но и все равно чтобы сдавать на гарантию нужно время нужно в этот момент когда автомобиль сдаешь по гарантии нужно быть пешеходом это неудобно лишь на все время покрыть решаются какие-то конструктивные особенности все то есть тут тоже такой момент ну просто неприятно хочется если у тебя уже машина новая если уже она на гарантии ты хочешь чтобы она не дурила голову а тут все-таки есть какие-то такие моменты пусть они не критичные они но безусловно что не глобальная напоим не менее они есть поэтому вы думаете мы не наговариваем как бы мы говорим как есть просто свой опыт эксплуатации желе атлас и данное видео посвятили конкретно мы не удачу я не скажу как бы машина доволен тут вижу некоторые бывают как я говорю и коробка отваливается и тормоза когда люди доезжают до заправки потом электро этот ручник или кто там подхватывает и не разжимает там вообще продукты все по мелочи у нас на просто их много и они мелкие этого катания к дилеру и вроде такой маленький пробег и вот это вот как бы смущает смущает что будет дальше после гарантии потому что как бы вложиться не хочется особо в машину поэтому вот из-за таких мелочей формируется как бы немножко как говорится ложка дегтя но в целом хороший автомобиль как я считаю за сбалансированный за свои деньги куплены поэтому вот так всем спасибо за внимание а если у вас какие-то вопросы были другие пишите в комментариях интересно будет посмотреть что у вас какие были у вас проблемы